«Послескази» – это новый литературный проект, аналогов которому в России нет. В нем приняли участие 20 авторов из разных городов Кубани, Москвы, Санкт-Петербурга и Черногории. За основу они брали как популярные, так малоизвестные произведения – курочка, ряба, волка, семеро козлят, кривая уточка. Все сказки переосмыслены в неожиданных жанрах – фантастика, мистический триллер, комикс. Каждый текст дополняет черно-белые иллюстрации кубанских художников. Совсем недавно проект одержал серьезную победу на краевом фестивале фантастики и комиксов «Марс наш», который прошел в Краснодаре. Уникальный проект, потому что он воплощает в себя, дает возможность высказаться, творчески высказаться не только, грубо говоря, текстовикам, писателям, поэтам, но также и художникам, музыкантам, кинорежиссерам. Поэтому и проект, мы его называем мультиформатный, мультимедийный проект «Послескази», потому что на сегодняшний момент издана первая антология, готовится вторая, предназначенная для чтения детям. Готовится аудиокнига, музыкальный альбом, снимается, завершается работа по созданию видеокомикса. В будущем мы рассчитываем подготовить и театральный проект. В рамках презентации состоялось выступление писателей Сергея Лёвина, Ирины Васьковой, Алексея Шепелёва, Марии Казаковцевой, Александра Ольшанского. Прозвучали авторские прозаические тексты и песни. Герои, не ведая страха, движутся дальше. Искать огнегривых драконов и смерти в большом поединке. Проект «Послескази» продолжает набирать обороты. По замыслу Сергея Лёвина, уже этой осенью планируется выпустить второй том антологии и вновь принять участие в Международном фестивале 2017 года. Это будет «Марс наш 2» уже этой весной. Это будет фестиваль уже на новом уровне. И мы будем, я думаю, участвовать в детской антологии «Послескази и дети», которая будет не менее интересной. Кроме того, она блестяще оформлена анапским художником Ильёй Копневым. Это будет очень красочная, красивая книга, интересная не только детям, но и взрослым. Продолжение следует...